Хорошее такое место, и когда слышишь, что было все заброшено и просто какой-то пустырь, а теперь это все превратилось в такое приятное место, ну, радуешься вместе с горожанами. Еще раз повторяю, что о плохом пусть говорят горожане, им видней, они могут что-то там сказать, знаете, какие-то минусы. А мы туристы, я не говорю, я не расхваливаю там перевоз или какие-то парки, все достойны и парк Горького, и парк Победы, и все они достойны того, что о них говорили. Ну что, мы сегодня около фонтанчика, мне так нравится, гляньте на этих жильчинчиков. Сегодня у нас с вами опять прогулка по городу, ну, планы одни, как сложится прогулка, точно сказать маршрут не могу. Ну, возможно, в Греческий мы сходим, Мамбульский парк там, ну, куда-то в ту часть города, Тещин мост там, Колоннада там стоит. Вот где-то в том районе мы с вами погуляем. Ну, и вот такая у нас сегодня приятная с вами будет прогулка. Оставайтесь на канале, подписывайтесь и ставьте лайки, ребята, потому как это ваша оценка моей работы. Может, дизлайки поставить, пишите замечания, что хотели посмотреть, что не удалось мне, что ли все приветствуется. Новым подписчикам огромное спасибо за поддержку, за теплые комментарии, за дружбу. Идем гулять. Приятно так сделано, а попозже здесь подсветка будет, я так думаю. Тут и автовокзал около привоза, и железнодорожный вокзал. Ой, вы знаете, в Одессе столько машин, что я так думаю, что проще на трамвае ездить. И, по крайней мере, в пробку нигде не попадешь. А вот он. Вокзал. Ну, я день достал, вот нам весь пейзаж испортил. Значит, у нас вот торговый центр, вот слева, остров. Так, дорогу переходим, не балуемся. Фото для всех. Инстаграм для всего. Фото на память. У меня тоже есть. Ну, хочу сказать, кто-то сглазил мой голос. Уж теперь точно не дикторский. Ну, переживем. Вокзал, хочу сказать, что, да, не каждый город может похвалиться таким вокзалом. А мы с вами движемся в сторону мэрии. Там у нас Тамбульский парк. Парк тянется от мэрии городской до Потемкинской лестницы. И он был в 13-м году открыт. Город по-братим Стамбул. Спонсировал, вернее, финансировал строительство и благоустройство. Просто было заброшенное место. И вот такой в туинетском стиле такие фотозоны, будем говорить. Ну, добрый такой теплый парк. Побродите. Тут и фонтанчик, и людей. Ну, вот просто прогуляться почему бы нет. Есть концертная площадка. Все концерты летом. Вот-вот, наверное, да. Потемкинская площадка, лестница и концерт вот на день города шел. Да, да. Ну, отсюда вот это вот было, но они делали концерт вот тут вот сверху. Вот над морским вокзалом. Строльную площадку, да? Да, там этот вот был. А вообще, вот там вот, получается, за этой вот гостиницей, да, там есть концертная площадка другая. Ух ты! Да, там билеты и простословный денег. Все сумасшедшие. Ну, там проходит. Вот Успенская сейчас прилетает, Люба. Куда она будет? Она будет в оперном. Сходила не от того, что я ее обожаю, а от того, что... Да. Концерт с жильем – это всегда концерт. Престерина, она не вожья. Греческий парк, ребята. Тишина, красота. Вот тут все. А ветер все с подсветочками, да? Он туда дальше уходит тоже, да? Перед нами колоннада. Она же ротон, да? Это один из символов Одессы. Это продолжение, как бы, дворцовой усадьбы Воронцова. Два ряда колонн на высоком ступенчатом цоколе. И колоннада имеет такой изогнутый, видите, вид. Внутренний ряд несколько сжат. И внешний к морю такой он растянутый. Ну и все говорят, что это по праву самая лучшая смотровая площадка на город, на порт, на море, на эту часть вот красивой Одессы. Говорят, что именно здесь любовался красотой сам генерал-губернатор Воронцов. И вот он мог видеть, какие суда заходят в порт за чаепитием своим, что вообще происходит. И поэтому знал, как бы, все новости. Конечно, колоннады за свои истории говорят, что здесь был трактир, продавали рабочих или рабов наемных. А это вот это есть, тещина, может? Да, вот этот вот. А, слушай, а я его с той стороны видела, поэтому я его не признала. Это тещин язык. Хочу сказать тещин язык. Почему-то. Это уже другое детское облидное. Но особую популярность у местных жителей и гостей города становится ротонда 2 сентября. Здесь проводят ежегодно День города. Одесса празднует. И в честь этого грандиозного события здесь всегда проводят шахматные праздники. То есть здесь и турнир проходит. И встречаются, ну, очень многие такие знатоки этого дела. И изюминкой всего этого является бал. Вот видите, макет маленький этой ротонды, колоннады. И костюмированный проходит большой такой балл живых шахмат. На гигантской шахматной доске здесь разыгрываются настоящие партии живых шахматных фигур. Я бы очень хотела, конечно, посмотреть бы, потому как в 19 веке при Дюке-де-Решелье этот проводился тоже такой же балл. И в конце, уже в финале выносится большой, можно сказать, гигантский шахматный торт со свечками в честь именинницы Одессы. Ну, а мы с вами попадаем на Тещин мост. В 1969 году он был построен. Соединяет Приморский и Комсомольский бульвар. Но тоже, знаете, много версий по названию этого и предназначению этого моста утверждают, что в свое время первый секретарь обкома Синица для того, чтобы к Тещине-Блины на улицу Гоголя попадать через балку, чтобы не, ну, удобнее было. И вот был, как бы, этот мост построен. И от того, что он шевелится, и как бы он волнообразный, и многие его называют Тещин язык, а не Тещин мост. Вот почему, я думаю, приклеилось мне это название. Но он на самом деле реально, ребята, вот видите, он трясется здесь. Но это такое, скажу, такое не для слабых. Я вот вниз сейчас смотрю, а он, вот я понимаю, что он, ну, этот, вибрирует. Ну, я так думаю, что проводит какие-то испытания, же не так просто. Ну, вот он, два километра его протяженность, и двигаемся дальше. Ну, бедой этого моста было то, что каждый старался замочек оставить, стало модно влюбленных. И, естественно, это вызывало какую-то опасность, и поэтому открыли вот это сердце влюбленных. Сюда приезжают свадьбы, все. Ну, да, мне слово такое знаковое. И у меня тут есть фотография со свадьбой, я ничем не отличаюсь от других. Ну, это во всех городах, да, как же. Это у нас уголок Старой Одессы. Здесь все подлинно, все экспонаты. И они свидетельствуют о развитии истории Одессы. Вот, смотрите, типичный для города спуск, а сверху горбатый мост. С светеватыми такими перилами мощными. В Одессе нет ни одной речки, зато много мостов. Они проходят над балками. Вот это каменная беседка. На нее подняться можно полступом, вот на ее постаминке. Вот, кстати, мы когда были с вами в парке Победы, я говорила, что очень много беседок. Вот этот гриф остался на входе на мост, их было два, но вот остался только один. Ну, привет, Зеланя, загадаю. Что ж, прям загадала. Только не гриф, а грифон. Пишите в комментариях, понравилась вам прогулка или нет. Вы знаете, хочу, чтобы вы посмотрели не только привоз и море, допустим, но и такие замечательные кусочки Одессы, туристические, прогулочные. Ну, молодцы мы с тобой, сколько мы обошли. Да, идти-то идти, но вот, что время быстро идет. Просто самое-самое яркое, самое основное и Одесса мы все пошли. Пустой, да, уголочек вот старый. Эта аллея уводит нас опять к дюку, к потемкинской лестнице. Вот такой большой круг мы с вами сделали. Я очень рада такой прогулке, получая от этого удовольствие, просто удовольствие. И посмотрите в финале к теме нашей сегодняшней такой прогулки, колоннада, картина, казалось бы, да. Эта картина съедобная, рамка это пряник из имбиря, ее можно скушать, конечно. Мне подарила Татьяна, моя подписчица. Этот человек мне уделил море внимания, заботы, такого, знаете, уважения. Она ругается, ну, она говорит, уже хватит меня нахваливать, но я не могу об этом не сказать. Вот такая память у меня останется. Ее вот надо поставить на эту подставку, и она будет мне напоминать о Татьяне, о добрых знакомствах, об Одессе. Вы были на канале всего понемногу из Германии. Люблю вас по-человечии. Всем пока-пока. Не забываем ставить лайки.